здравствуйте дорогие друзья сложно сказать в какой категории товаров еще нет продукции от компании сяоми и ее суббрендов и дочерних компаний входящих в экосистему миджа и сегодняшний обзор будет посвящен одному из продуктов которые не совсем характерны для привычных нам категорий товаров от сяоми это электрическая бритва выпускаемая под брендом миджа о чем говорит вот этот вот логотип в виде щита и мы посмотрим что же она из себя представляет поставляется бритва в белой коробке достаточно характерно для продуктов бренда на задней стороне традиционно характеристики однако здесь ничего особенно полезного нет кроме того что нет требования блоку питания 5 вольт 1 ампер сбоку у нас имеются пиктограммки с пояснениями на китайском языке и сейчас мы с вами будем потихоньку с этим всем разбираться коробки нас ждет собственно сама бритва она очень миниатюрная ее размеры кстати здесь указано тоже на коробке толщина всего лишь 13 миллиметров длина 9 и 2 сантиметра и толщина пять с половиной сантиметров чтобы было лучше понимать вот она по сравнению со спичечным коробком немного его превышает по размерам наверное похоже на какую-то такую слегка увеличенную зажигалку zip по сверху у нее пластиковый колпачок под который скрывается рабочая поверхность сам корпус металлический на нижней части находится разъем заряда usb type-c что очень удобно если у вас смартфон оснащен таким же разъемом тогда вы можете использовать его зарядку и индикатор заряда зеленый светодиод комплекте поставки кроме самой бритвы также имеется инструкция на китайском щеточка для чистки лезвий и кабель usb usb type-c принципе он тоже универсальный вы можете заряжать и не только бритва если у вас еще там телефон планшет имеют такой же разъем вы вполне можете заряжать при помощи этого кабеля ну и точно так же как саму бритву вы можете подключать к зарядному устройству при помощи которого вы заряжаете свой телефон бритва может похвастаться встроенным литий-ионным аккумулятором по заверению производителя его хватит на 30 дней ежедневного берите по 3 минуты что в общем то говорит о том что бритва рассчитана на небольшую щетину так как это ежедневное бритье сверху находится у нее сеточка достаточно мелкая под которой находится само лезвие из японской стали твердостью в 60 аж карте единиц написано я не очень понимаю что это значит но твердость 60 единиц шум издаваемый бритвой равняется по заверению производителя 65 децибелом этот шум сравним с громкостью разговора на повышенных скажем так то на громкий разговор на расстоянии одного метра согласно таблице шумов вот эти вот вибрации происходят с частотой 7800 движений в минуту что позволяет скажем так хорошо выполнять свою функцию по срезанию щетины ставим назад вот таким образом она у нас походном положении ну и конечно было бы странно если бы в обзоре бритвы не было бы некоего полевого теста давайте попробуем его сделать давайте посмотрим как бритва справится вот с такой вот однодневной колючей неприятной щетины знаете я скажу что очень даже неплохо никаких не остается ни неприятных ощущений не чувствуется ни колючести никакой не остается бред она достаточно чисто совсем даже не хуже чем обычная безопасная бритва с лезвиями знаете мне понравилось я пожалуй даже возьму ее на вооружение хотя я лично любитель такого мокрого так сказать бритья ну и будет интересно как она справится вот с нижней щетиной которая более плотная и жесткая знаете если сверху она убрала практически с одного-двух проходов то снизу как-то я особого результата не вижу в общем то это может быть связано с тем что вот решеточка она имеет слишком тонкие прорези и в общем она не берет вот такую даже ну примерно полутора суточную щетину достаточно плотную чистится она достаточно быстро и легко при помощи комплектной щеточки квально раз-два немножко застрает она конечно в лезвиях раз-два и почистилась в качестве вывода могу сказать то что этот продукт подойдет не всем если вы любители ежедневного бритья и у вас не очень густая плотная щетина то в общем то можете смотреть смело сторону покупки этого устройства компактность легкость простота зарядки в принципе все очень быстро хорошо но если вы пропускаете ежедневное бритье и у вас густая плотная щетина то я бы не стал покупать и рекомендовать вам эту бритву она просто не возьмет густую плотную щетину на этом все если у вас остались еще какие-то вопросы задавайте в комментариях к этому видео если вы еще не подписались сделайте это прямо сейчас дальше будет только еще интереснее